11.11 распродажа на Алиэкспресс с Летишопс и Валиком. Это распродажа глазами обычного человека с кэшбэком, скидками и призами на 1 миллион рублей. Оставь предзаказ, чтобы купить все на 15% дешевле. Ищи купоны, покупай с кэшбэком, чтобы точно вернуть свое. 11.11 близко, так что не затягивай, переходи по ссылке в описании. Помни, время за просмотр рекламы не вернется, а кэшбэк вернется. Pro, я не знаю, GeForce GTX 1050, 2 гигабайта, тоже с лампочкой. Обе эти карты лютейший оверпрайс, обе эти карты мне прислали подписчики, поэтому не подумайте, это не реклама, что-то оверпрайс, что-то оверпрайс. И можно присмотреть, было что-то дешевле на тот момент времени, когда эти карты покупались. В общем, эти карты, не конкретно вот эти модели, не конкретно вот эти модификации Strix и Gaming от MSI, они стоят примерно одинаково. То есть GTX 960 стоит так же, как GeForce GTX 1050 на 2 гигабайта. У них различия в техпроцессе, разумеется, в энергопотреблении и в объеме видеопамяти. Все той же GDDR5. Здесь разницы по шине нет, шина 128 бит у обоих этих карт. То есть здесь они отличаются техпроцессом, ну, как я говорил, там, у унифицированных шейдерных блоков у одной больше, у другой меньше, и они отличаются видеопамяти. Так как вы знаете, я вообще скептически отношусь к новым картам с 2 гигабайтами видеопамяти, потому что их действительно не хватает, я это доказывал в множествах уже тестов на канале, то есть можете их посмотреть. И я считаю, естественно, 1050-е проиграет в этой сегодняшней борьбе, хотя цена у них одинаковая. Не знаю, наверное, единственное достоинство 1050-й, не конкретно вот этой, а вообще, это ее более низкое тепловыделение, и у них разница серьезная по энергопотреблению. Если у этой карты, у 960-й, неважно, 4 гигабайта или 2, у нее энергопотребление до 130 Вт, то есть у нее идет аж 8 пин питания, коннектор, как вы видите, то есть 130 Вт это все-таки достаточно много. У 1050-х начинается энергопотребление, там вот, по-моему, 60, заканчивается 75 Вт. Вот эта вот конкретная карточка, у нее тепловыделение 75 Вт. Ну, то есть ей не нужно никакое доп. питание, но компания Asus его сделала. В принципе, на всех современных материнках видеокарты вот с такими там до 80 Вт, они без всяких проблем работают, без какого-либо доп. питания и гонятся. Ну, в общем, вот эта карта шумная и горячая, говорю это сразу. Эта карта достаточно тихая, на ней кулера вообще практически никогда не включаются, но она менее производительная, как я думаю. В общем, ребята, вот такой у нас сегодня Battle Overprice видеокарт. Ладно же, еще Battle вот таких вот видеокарт, бушных, стоимостью до 8000 рублей. GeForce GTX 960 на 4 гигабайта и Asus Strix GTX 1050 на 2 гигабайта. Я, конечно же, уверен, что победу одержит 960, так как видеопамять в наше время это очень важная вещь и пренебрегать ей при покупке карт не стоит. Я бы отдал предпочтение 960, если бы я рассматривал. На Авито средняя цена на 960 от 6 до 8500 рублей, до 9, и на 1050 2 гигабы цены абсолютно идентичны. То есть, 1050 Ti уже гораздо дороже идут, там бывает даже 12 тысяч какие-то индивидуумы доставляют бушные карты. Но вот эти карты стоят абсолютно одинаково. И хочу сказать по поводу тестового стенда, на котором все это будет сегодня тестироваться. Ryzen 2600, 3850 МГц. 20 гигабайт оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3000 МГц в двухканальном режиме. Игры будут запускаться со винчестера 7200 оборотов, работающим в режиме SATA 3. Ну, то есть, самый вот обыкновенный тестовый стенд. Мой повседневный компьютер. Что ж, друзья, давайте переходить к их тестированию. Что ж, друзья, перед началом тестирования в играх, предлагаю вам ознакомиться с GPU-Z этих видеокарт. Вот у нас слева GTX 1050, и справа GTX 960. Тестироваться карты будут на одной и той же версии драйверов, чтобы все было абсолютно честно, и, разумеется, на одном и том же железе, чтобы мы могли понимать, действительно, есть ли какая-то серьезная разница между двумя вот этими вот видеокартами. И, как вы можете видеть, Nvidia GTX 1050 сделана по 14-нанометровому техпроцессу, а Nvidia GTX 960 по 28-нанометровому. Обе карты работают в режиме PCI-Express 3.0. У 1050 2 гигабайта GDDR5 памяти на борту, а у 960 4. А я же, друзья, решил еще прогнать в 3D-марке эти карточки, в бенчмарке Time Spy. И здесь у нас, конечно же, преимущество за видеокарточкой GTX 960. GTX 960 набирает 2610 попугаев в бенчмарке Time Spy, а 1050 2 гиговая набирает 2195 попугаев. Отрыв, конечно, небольшой, но он заметен. То есть, вы его видите, это не погрешность какая-то 5, там 10, 20 пунктов. Здесь у нас достаточно серьезный отрыв у GTX 960. Ну и, как видите, GTX 1050 заработала 1972 очка в графическом бенчмарке, а 960 2366 очков, что тоже достаточно большая разница. В общем, друзья, вот такой вот синтетический тест. Давайте переходить к тесту игр. Тест игр начнем с Battlefield 1, Full HD разрешение экрана и высокий пресет настройок на обоих видеокартах. У нас будут использоваться абсолютно идентичные настройки во всех играх. И что мы здесь видим? Здесь, в принципе, разница практически незаметна. Что там в среднем 70-80 FPS, что здесь. То есть, 960, конечно, в некоторых местах выдают больше кадров, но это все реально там на уровне погрешности. Здесь и 1050 справляется 2-гиговая, и 960 4-гиговая тоже справляется отлично. Но, как вы видите, у 960 загрузка памяти достигает 2,5 гигабайт. В то время у нашей 1050 1870, ну, 1900 мегабайт. То есть, все ее практически 2 гигабайта видеопамяти ест игра. А все-таки у 960 есть еще определенный потенциал на будущее. То есть, всего 2,5 гига занято. Игры идут практически одинаково. Перейдем к следующей игре. Следующая игра это встроенный бенчмарк Far Cry 5. Не обращайте внимания, что слева написано GTX 960, 4 гига и было прикрыто. Я просто делал тесты сначала 960, потом 1050. И, в общем, не поменял оверлей. Название оверлей не поменял. Пришлось такую-то накладочку, которая сползла делать. Ладно, я не стал перерендерить. Здесь факт остается фактом. 1050 здесь совершенно не справляется. Мы видим какие-то жалкие 30, там, 35, 36 кадров. В то время, когда 960 просто тащит игру. Так как игра очень требовательная к видеопамяти. Этой игре нужна видеопамять. Мы видим, что загружается 3,2 гигабайта. И у нас нормальный FPS. То есть, 45, 55 кадров. Это более чем отлично. Для Far Cry достаточно. По итогам теста бенчмарка мы получаем на 960. 49 минимальных кадров. Средним 54 и 63 максимум. А на 1050. 31 минимальный кадр. Средний 36. И максимальный 46 кадров. Здесь явная победа 960-й. Следующая игра GTA V. Здесь у нас высокие настройки графики. Full HD разрешение экрана. И здесь тоже разница, ну, практически незаметна. Плюс-минус 3-4 кадра в разные стороны. То есть, иногда у 1050-й больше. Иногда у 960-й больше. То есть, ну, здесь вот реально на уровне погрешности. Эта игра, в принципе, не требовательна. Она может складировать свои, там, текстуры и прочее. И в оперативную память. Ей видеопамять не принципиальна. Я сам лично проходил игру на GTX 550 Ti с одним гигабайтом видеопамяти. И мне, в принципе, не мешало это играть на высоких, там, на высокосредних настройках в Full HD разрешении экрана. Здесь тоже та же самая картина. У нас FPS практически идентичен. Видите, я пытался. Я старался проехаться одинаково, чтобы сцены были практически одинаковыми. Да, мне это получилось не очень. Но зато я приблизил все вот к одинаковым условиям. С одинаковыми настройками графики и на одинаковой локации. В общем, здесь разницы никакой практически нет. Давайте перейдем к следующей игрушке. Следующая игра PUBG. Высокий пресет настройок. Абсолютно все стоит на высокой. На 1050 и на 960. Обе карточки, естественно, долбятся в соточку. Но у одной видеопамять загружается на 3270 мегабайт. И фризов не происходит. Это я, естественно, про 960 сейчас. А на 1050 есть противнейшие фризы. Потому что видеопамять заполняется. И вот эти вот фризы, особенно, когда входишь в режим прицеливания, что очень важно, там, только увидел врага, хотел прицелиться, а тебя уже убивают. Потому что у тебя был серьезный фриз. Посмотрите сами на график фреймтайма. И, по-моему, все понятно. 1050 здесь сливается за счет своего малого объема видеопамяти. Это прискорбно. И 1050 здесь тест провалило. 960 куда лучше. В третьем Ведьмаке у нас все высокое. Кроме теней, травы и отключены волосы. И здесь мы на двух видеокарточках имеем тоже примерно одинаковый FPS. Потому что в этой игре нет упора именно в видеопамять. Эта игра, в принципе, есть даже на ультрах. Там, по-моему, что-то в районе 2,5. Там 2,6-2,7 гигабайта. То есть она даже на карте, на мощной карте с 2 гигабайтами видеопамяти будет идти отлично. Никаких проблем, никакого упора в видеопамять не будет. Вы можете видеть, что на 960, что на 1050. И загрузка видеопамяти практически идентична. Напомню, настройки абсолютно одинаковые. Поэтому и карты ведут себя практически одинаково. Ну, плюс-минус 2-3 FPS в пользу 960. Но, опять же, это тоже можно списывать на погрешность. Это не назовешь прям вот таким отрывом, как, например, в PUBG и как в Far Cry 5. Вот в этих двух играх, конечно же, 960 уже очевидно показывался лучше. Но Ведьмак идет одинаково хорошо на обеих этих картах. Следующая игра Doom 2016. Здесь у нас автоматический пресет. Высоко. На обеих картах одинаковые настройки графики. Здесь мы видим, что 960 вырывается в лидера. Естественно, тоже обходит и обгоняет нашу 1050-ю 2 гигабайт. Так что Doom это одна из требовательных к видеопамяти и к видеокарте как таковой игр. И, как вы видите, здесь, в принципе, 2,7 гигабайта загрузка видеопамяти на GTX 960. Притом, на 1050 почему-то вот в 1,5 гига все уперлось и дальше не идет на этих же самых настройках. Как вы видите, разница все-таки серьезная в 20-15 кадров. Я считаю, что это действительно серьезная разница. В режиме мультиубийства, конечно, разница уже становится не такой очевидной. Здесь уже разница 10, там 8 кадров, ну, в пользу 960-й. Но все же разница тоже есть. Иногда она достигает от 20 кадров, но крайне редко. В режиме вот этого мультиубийства обе карты ведут себя не очень хорошо и их FPS часто дропается ниже 60 в очень сильных сценах. Но все же 960-я явный лидер и, естественно, тащит она все лучше. При том, что стоит она столько же, сколько и 1050-я на 2 гигабайта. Вот такой вот небольшой был тест игр, друзья. Давайте подводить итоги. Ну что, друзья, исходя из сегодняшнего теста, вы все сами видели, да, в некоторых играх 960-я опережает, конечно же, нашу 1050-ю за счет видеопамяти. Но что я скажу лично от себя, если бы я выбирал между вот этими двумя видеокартами, естественно, я бы выбрал 960-ю. Ну, потому что с 2 гигабайтами видеопамяти в наше время сидеть, ну, это совсем плохо. Вообще просто ужасно. Это ни в какие ворота. Даже в PUBG нормально не поиграете. Вы сами видели, что постоянные там подгрузки, постоянные пики на фреймтайме из-за того, что видеопамяти не хватается. Не хватает, это все кэшируется там в оперативку, да. Ну, это все вызывает вот такие вот лаги. То есть играть, естественно, неудобно. Но, покупая 960-ю, будьте готовы к большому тепловыделению. Она достаточно шумная. Здесь вот она в не самом плохом исполнении от MSI, но она очень сильно шумит. В этом плане, конечно, да, ребят, 1050-я холоднее. И, в принципе, она практически бесшумная. Ну, по крайней мере, вот в таком крутом исполнении от ASUS, вот эта Strix, она, да, она практически бесшумная. Ну, я бы в любом случае взял 960, потому что, ну, как можно играть в какие-то современные игры, называть это геймингом, если у вас 2 гигабайт видеопамяти? Вас же засмеют просто. Учитывая, что они обе стоят 6-8 тысяч рублей, я бы выбрал 960-ю. А вы, ребята, пишите в комментариях, какую из этих карт предпочли бы вы. Что для вас важнее? Не пара-тройка десяток FPS лишних, либо же, ну, такое вот достаточно умеренное тепловыделение и тишина. У каждого свои все-таки вкусы, мне, например, без разницы. Пусть мой ПК даже тарахтит как трактор, главное, чтобы он тянул все, чтобы он вывозил все игры, и чтобы можно было играть с комфортом. В общем, ребятки, вот такое вот сравнение. Пишите обязательно, что вы думаете в комментариях. Обсудим, так сказать, какую бы карту предпочли вы. Ну, еще прислала мне компания Gigabyte вот такую вот видеокарточку на обзор. Это GeForce RTX 2070. Блин, 2070, классно, классно. Жаль, опять мне не дарят 2070. Ну, вот почему мне не могут подарить какую-нибудь крутую видеокарту, чтобы я мог козырять и, не знаю, во всяких конфах, где собираются любители железа компьютерного ВКонтакте, говорить, а у меня есть GeForce RTX, но нет, опять мне не подарили, мне просто прислали ее на обзор. Так что, ребят, хотите обзор, ставьте лайк, наберем тысяч пять лайков, я запилю обзор ее нормальный, можно даже с парой процессоров. И да, напишите в комментах, с чем лучше потестить вот эту вот 2070 с Ryzen 2600, моим вот на 3.8 ГГц, либо же с i7-8700K в стоке с турбобустом. Так что, тоже это очень важно, напишите, с какой платформой вам было бы интереснее посмотреть на тестирование вот этой вот 2070 RTX. А сегодняшнее видео, дорогие друзья, подходит к концу, в принципе, я все вам показал, все наглядно объяснил, думаю, теперь выбор за вами. Всем спасибо за просмотр, друзья, обязательно посмотрите видео, которое сейчас появится, там, по аннотации, вот тут вот кубички вырезать, я ведь старался, снимал для вас. Если вы не подписаны на канал, то ставьте лайк и подписывайтесь. У нас впереди еще много интересных видосов про всякое старое, новое и не очень старое железо. Всем спасибо за просмотр, друзья, и всем пока!